Я Савва Кильпио Дмитриевич. Дмитриевич Савва Кильпио. Кильпио Савва Дмитриевич. Я сюда попал как бы от кружка. Мне подсказали в кружке, что вот. Что за кружок? Кружок от дворца пионеров биологический. Я ехал делать проект интересный мне про почвенных микроартропод и в целом такое уникальное, крутое место. Что про почвы? Про почвенных микроартропод. Поясни. Почвенные микроартроподы это такие маленькие чернистоногие, которые на зиму забиваются в грунт, а там пережидают зиму. И там переживают холода. Почему они тебе интересны? Они мне интересны как перспективная работа в данном месте. Поскольку ранее таких работ не проводилось на этой территории. Я почитал исследования, которые проводились здесь летом и решил, что должно быть здесь интересно зимой. То есть какие улетают, какие остаются, кто южнее, кто севернее и в целом расширить как-то кругозор. Ранее я делал работы в основном по зоологии и сейчас решил переходить на беспозвоночных. Как-то меня это заинтересовало. А не было в тебе такой хитрой мысли, никто этого не изучал, чтобы попасть в большую арктическую экспедицию, выберу я такую темку, которая не к тебе не изучалась? Нет, скорее это чисто из научного интереса, чтобы внести некий вклад. То есть не сколько взять тему, которая ранее не изучалась, а сколько взять тему, в которой мне было бы проще подарить научному сообществу что-то то, что еще никто не находил для меня. А у тебя есть научный руководитель? Да, у меня есть научный руководитель. Это Комарова Екатерина Викторовна и Рупасов Сергей Валерьевич. И они вот эту тему будут как-то помогать тебе разобрать, да? Да, они мне помогут по приезде в Москву с лабораторией. То есть мне нужно будет организовать место для выгонки микроарторопод из заборов грунта. И где это место? Это здание Дворца Пионеров, ДНТТМ, центр на Донской. И там прям есть лаборатория специальная? Нет, но ее нужно будет оборудовать в подвале подручными средствами. Будут закупаться специальные лампы и создаваться лаборатория моими руками и при наблюдении моих научных руководителей. То есть по большому счету ты это дело отогреешь этот грунт и будешь смотреть живут ли там эти твои животинки или нет? Ну да, в целом процесс выглядит довольно интересно. Берется отдельно комната, ставятся такие стенды. В конуса как раз закладывается грунт, сверху это нагревается лампами. В общем, создается такая атмосфера весны. Насекомые выползают, попадают в конуса и скатываются в фиксатор. Я планирую использовать спирт этиловый. Тебе нравится в Арктике? Да, в Арктике прекрасно. Безумно красивые просторы, белые глади, вдаль уходящие какие-то каньоны. И все это такая атмосфера, это безумно красиво. Просто прекрасно. Чувствуешь себя на краю земли. Я на краю земли. Это прекрасно. Хотел бы тут жить? Жить, наверное, нет. Наверное, бы не смог. Вдали от цивилизации, родных, близких нет. Наверное, жить нет, но работать вахтовым методом, да. То есть, наверное, это интересно здесь. Вот сколько общаемся с синоптиками, с метеорологами. Они ругаются на то, что мы их так называем. С метеорологами, с пограничниками пообщались. Все вроде говорят, что им тут жить прикольно. То есть, в целом, да, наверное, работать здесь интересно. Я всем задаю вопрос, какова концепция развития Арктики, да. Заселение или изучение вот таким вахтовым методом с построением каких-то станций метеорологических, там, не знаю, точек добычи полезных ископаемых. Когда люди приезжают вахтово, работают и уезжают в цивилизацию в более теплые края, наверное, тебе больше нравятся вахтовые. Да, несомненно, если мы берем тот факт, что климат в ближайшее время не изменится радикально, то заселение полноценной Арктики практически нереально. Потому что здесь находиться в спокойной атмосфере достаточно сложно. Ну, то есть, нужно строить какие-то теплицы, сложно строить дороги, вся эта логистика. Ну, тут не обязательно же климат. Может быть, произойдет скачок в технологиях добычи энергии. Если у тебя будет очень дешевая энергия в неограничимых количествах, то ты можешь строить дороги, их обогревать, теплицы обогревать, строить большие теплые дома, переходы между домами. Если у тебя нет вот этого высокого ценника на условное топливо, которое вырабатывает энергию, тогда, мне кажется, это вполне себе жизнеспособная история. Но пока такой энергии нет, конечно, поэтому, скорее всего, ты прав. Ну, если здесь где-нибудь посреди Арктики воткнут АЭС, конечно, вокруг нее может быть что-нибудь получится. Ну, АЭС тоже не очень дешевая. Это ее в миллиардах долларов, чтобы построить АЭС, да? И содержать даже. Да, и содержать. Это тоже... Она, конечно, дешевая энергия по сравнению с другими видами. Хорошо. Кем собираешься быть? Хочу податься в науку, может быть, в биологию, может быть, перепрофилируюсь в географию. Но однозначно буду путешественником. Не могу сидеть на одном месте. А чем занимаешься спортом? Занимаюсь парусным спортом, кайтингом. Кайтинг – это зимний парусный вид спорта, который главным снарядом, в котором является кайт. Это купол, который улетает в небо на стропах. И горные лыжи, на которых человек, собственно, ездит по ледяной равнине. Рассматриваю местные просторы. Я заметил, что здесь можно, в принципе, на кайте целую экспедицию устроить. Потому что покрытие позволяет. Что-то можно за собой тащить? Там палатку, еду? Да, сани. Такие же сани используются, вот как у нас. Салатки такие. Еще делают сани, ставят лыжи большие. И на них сверху каркас, наваривают трубы. И тоже везут таким образом. Ясно. Но жизнь свою ты связываешь с путешествиями и с наукой. Однозначно. То есть полез бы куда-нибудь в горы или в тундру, добывать какой-нибудь материал для того, чтобы как-то его изучать. Да. Нравится тебе это? Безумно. Подписывайтесь все на Пропоход ТВ. Ставьте лайки. Пишите комментарии. Всем пока. Так. Делитесь этим видео со своими друзьями. Делитесь этим видео со своими друзьями. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Субтитры сделал DimaTorzok